Старинный земледельческий обряд, посвященный жатве, начался с песен, которые обычно исполняли женщины, выходя в поле. Затем под звуки белорусской дуды артисты районного центра культуры повторили ритуал XIX века. Женицы срезали серпами золотистые пшеничные колосья. Связанный сноб вручили первому заместителю председателя Бобруйского райисполкома Дмитрию Безручкину. Хозяин, принявший первый заженочный сноб, должен подкинуть его вверх три раза. По традиции это делается для богатого урожая и большого коровая. Мы приступаем к уборке урожая, к результатам работы всего нашего года. Так как люди трудили целый год, закладывали этот урожай, а сегодня наша задача убрать его, убрать его в сроки, качественно, без потерь. Успех в важном деле пожелал хлеборубам и настоятелям храма Святой Троицы в деревне Мышковичи Иерей Алексей. Он благословил начало жатвы и осветил комбайны. Мы попросили Божие благословения на начало трудовой деятельности по уборке этой прекрасной нивы. Для того, чтобы на наших столах всегда был хлеб, всегда была билость Божия и всегда был мир в наших семьях. Об этом мы просили в нашей молитве. Уборочная кампания в Бобруйском районе сегодня в разгаре. В горячую пору аграриям нашего региона предстоит собрать урожай на площади более 14 тысяч гектаров. На полях филиала «Пищевик Агро», например, уже убрано 26% площадей. У нас режим работы, мы работаем в погоде. Если погода хорошая, то с 6 до 10 было, до 11 вечера мы работали, потому что передавали дожди, мы убирали рапс. И в течение трех дней мы уложились, по-моему, 300 гектаров, если вы ошибаюсь, мы сделали. Впереди еще самые жаркие дни. И несмотря на погоду, по прогнозам руководства, жатва этого лета должна быть богаче прошлогодней. Мы работаем, выкраиваем каждый час нашей матушкой природы, потому что чем быстрее хлеб уберется, тем меньше будет потерь. По окончанию уборочной станут известны и новые рекорды на хлебной ниве, а лидеры традиционного соревнования будут отмечены благодарностями и ценными подарками.